Князь Борис Борисович Голицын 1862, 4 мая 1916 года Князь, представитель рода Голицыных, внук Н. Б. Голицына и Г. Г. Кушелева Русский физик, академик Российской академии наук, член Королевского лондонского общества Один из основоположников сейсмологии, геофизик, изобретатель первого электромагнитного сейсмографа Биография по образованию Б. Б. Голицын – морской офицер, с отличием окончил морской кадетский корпус Затем учился в Николаевской морской академии С юности увлекался физикой, химией, астрономией и другими науками В 1887 году оставил военную службу и продолжил образование в Университете Страсбурга В 1890 году вернулся в Россию В 1892 году начал преподавать в Московском университете Поместил в Московском математическом сборнике свой труд исследования по математической физике Часть А. Общие свойства диэлектриков с точки зрения механической теории теплоты Часть 2. А лучистой энергии, который в начале 1893 года был представлен в факультет как магистрская диссертация Эта диссертация встретила со стороны рецензентов А. Гостолетова и А. П. Соколова весьма суровую оценку Б. Б. Голицын оставил Московский университет и стал читать лекции в Юрьевском университете Где стал профессором физики После верненского землетрясения 1887 года, которое произошло в городе Верной Была учреждена постоянная сейсмическая комиссия В делах которой вскоре Б. Б. Голицын, по общему признанию, занял одно из первых мест Занимался теорией и практикой сейсмологии Сконструированный им в 1906 году электромагнитный сейсмограф был признан лучшими в мире Такими приборами стали оснащаться сейсмические станции Европы, в частности, Страсбурга В 1897 году возглавил кафедру опытной физики в Женском медицинском институте в Санкт-Петербурге В 1908 году избран академиком Российской академии наук Курировал создание первой в России сейсмической службы К 1909 году на территории Российской империи действовало семь сейсмических станций В городах Пулково при Российской академии наук Юриев, Тифлис, Екатеринбург, Иркутск, Владивосток, Баку В 1911 году была открыта еще одна Макеевская сейсмическая станция первого разряда Ходившая в состав первой в России центральной горно-спасательной станции Такая сейсмостанция представляла собой здание с двойными стенами Сооруженная в глубоко заглубленном котловане Здание имело два отдельных помещения Одно для сейсмографов, второй для гальванометров с регистрирующим аппаратом Для непрерывной регистрации сейсмического сигнала использовались специальные маятники и подвижная платформа В 1911 году избран президентом Международной сейсмологической ассоциации Работал директором экспедиции заготовления государственных бумаг Оснастив ее по последнему слову полиграфической техники и наладив там выпуск Помимо ценных бумаг, великолепно изданных для своего времени художественных альбомов В 1913 году назначен директором Николаевской главной физической обсерватории Ныне главная геофизическая обсерватория имени Айва Ейкова Также работал начальником главного военно-метеорологического управления Когда началась мировая война 1914-1918 год По предложению Б. Б. Голицына было создано военно-метеорологическое управление Во главе которого он и был поставлен Главной задачей управления было обслужить армейские части прогнозами погоды Что приобрело особое значение, когда немцы начали газовую войну В эти годы войны Б. Б. Голицын отдал все свои силы служению Родине В непрерывном труде настолько подорвал свое здоровье, что легкая простуда свела его в могилу Он скончался 17 мая 1916 года, но до последних дней Б. Б. Голицын продолжал интересоваться и руководить делами управления Вызывая к себе на дом сотрудников адреса в Санкт-Петербурге 1864-1874 Воспитывался бабушкой графиней Е. Д. Кушелевой в особняке на набережной реки Фонтанки 32 летом в имени Лигова 1906-1910 Доходный дом Уэн-Рукавишниковой Адмиралтейская набережная 10. Память В 1970 году М. Астрономический союз присвоил имя Голицына на обратной стороне Луны.